Зима в этом году выдалась хоть и теплой, но снежной и пасмурной. Синоптики и вовсе говорят, что в ближайшие дни солнца лучше не ждать. Кажется, пора вызывать весну. А вызывать ее в России принято, отмечая Масленицу. Традиции провожать надоевшую зиму и радоваться скорой весне уже несколько веков. Это языческий праздник, известный на Руси задолго до принятия христианства. Впрочем, позднее церковь все-таки осветила Масленицу и наполнила ее новыми смыслами, привязав к Великому посту. По традиции, каждый день Масленичной недели нужно было проводить с соблюдением определенных ритуалов. В понедельник изготавливали чучело Масленицы, которое возили по улицам. Во вторник устраивали смотрины. Женихов и невест приглашали на блины. В среду зятья приходили к тещам, а с четверга начиналась широкая Масленица. Это значит, пора мериться силой и ловкостью в соревнованиях и веселиться по полной программе. Сегодня народ по-прежнему отмечает Масленицу играми, плясками, кулачными боями, катанием на санях и сытными застольями. Главное блюдо, конечно же, блины. Символ солнца. Круглые, теплые и золотистые. В Химках весенний праздник любят и старый млад. Во Дворце культуры Родина провели праздничную программу для детей. У нас же Масленица такая, она носилась так, как такая. Ребята приходят не на развлечения, а на блины, потому что Масленица в полном разгаре. И сегодня у нас в один день пройдет вся Масленица от понедельника до воскресенья. Мы будем играть, веселиться, радоваться, есть блины. Юные химчане занялись традиционными русскими забавами. Водили хороводы, играли в салки, перетягивали канат. Внимание! Своим выступлением зрителей порадовал образцовый фольклорный ансамбль. Программа из песен, танцев и веселых конкурсов также очень понравилась детям и родителям. После активных игр необходимо было подкрепиться. Без блинов никуда. Для гостей праздника подготовили два вида – с сахаром и без. Специально для тех, кто бережет спортивную форму. Вкусно? Очень вкусно. С чем ты сейчас ешь блин? С вареньем. Глебу 7 лет. Вместе с мамой Вероникой он приехал из Зеленограда. Специально на праздник. Как вы празднуете масленицу? Да, масленицу мы празднуем. Просто печем блины каждый день. С удовольствием. В семье все едят. У вас есть любимая начинка? Сметана с вареньем. По словам Вероники, блины для их семьи – неотъемлемая часть праздника. Не лень даже вставать каждое утро, чтобы порадовать домочадцев. Правда, как мы выяснили, рецепт этого блюда знаком не только взрослым. Дома вы блины печете? Да. А кто этим занимается? Мама, папа? Может быть, ты помогаешь? Я помогаю маме. Что должно входить в состав блинов? Помнишь? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, что еще? Масло. Но главный праздник еще впереди. Вдобль поесть блинов и отлично провести время можно будет в Химках в эти выходные. Традиционно во всех микрорайонах городского округа пройдут праздничные гуляния с концертами, играми, спортивными соревнованиями и традиционным сожжением чучела. Главной площадкой, как обычно, станет парк имени Льва Толстого. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.